Здравствуйте, меня зовут Герман Семенёк, и я являюсь первым тренером по радикальному прощению на русскоговорящем пространстве. И сегодня я рад вам представить онлайн-игру Саттери. Все очень долго её ждали, и вот она вышла в свет. В сегодняшнем видео я вам расскажу, как работать в личном кабинете игры. Для того, чтобы осуществлять игру, вам сбрасывают ссылку. Вы проходите по этой ссылке. И видите такое поле, такую картинку. И вам необходимо, не нужно вам здесь сбивать e-mail и пароль, а вам нужно нажать на кнопку «Играть как гость». И здесь уже вводите своё имя, например, Герман, и свой e-mail. А просьба здесь вводить e-mail, который вы или запомните, или ваш e-mail. Потому что если вдруг из-за плохого интернета вас выкинет из игры, чтобы вернуться в ту часть игры, в которой вы уже проиграли, то вам необходимо нужно будет вбить вот тот же e-mail. И игра идентифицирует вас как игрока, который уже играл, и предложит вам играть с того места, на котором вы закончили. После этого вы нажимаете «Войти в игру». И здесь вам предлагается разрешить использование микрофона. Нажимаете «Разрешить». Итак, вы попадаете в личный кабинет игры Satori. Для того, чтобы эффективно взаимодействовать в нём, я предлагаю для начала ознакомиться с интерактивными кнопками, которые находятся по бокам. Для этого нажимаете «Вопросительный знак» или «Справка», и выскакивает такая подсказка, какие кнопки вам будут необходимы. Два силуэтика – это список игроков в игре. Дальше уже внизу меню настроек в игре – это три полосочки. Потом один силуэтик – это панель информации о выбранном игроке. Второй тип – это список доступных локаций для выбранного игрока. И внизу здесь будет конференц-связь. Внизу находится масштаб. Итак, переходим к основному полю. И видим внизу вот как раз-таки масштаб. Вы можете увеличивать масштаб к концу игры, когда будете подходить в центр Satori, чтобы вам было видно все обозначения, все карточки, все клетки. Далее, что я рекомендую – это разбить ваш экран на три части. Входите в меню, разделение экрана, берете три части, и у вас получается вот такая вот картинка. В нижней маленькой картинке я предлагаю для начала включить конференц-связь. И здесь вы сможете пообщаться с другими игроками. Возможно, ведущий зачитает вам правила игры, зачитает приложение номер один и так далее. То есть перед игрой вы здесь можете пообщаться и пообсуждать. Меню здесь очень простое, как в Zoom или Skype, такой же микрофончик, камера. Если вы кликаете, то микрофон выключается, включается и так же с камерой. После того, как вы начнете играть, возможно, видеть друг друга вам не нужно будет, тогда можете нажать вот внизу здесь «Показать игровое поле», и вы переходите опять в настройки вашего личного кабинета. Итак, после того, как вы пообщались с игроками в маленьких полях, я предлагаю разместить карты. Свою и, возможно, с тем человеком, с которым вы общаетесь. Для этого вам нужно перейти на главное поле «Список игроков». Это верхняя левая кнопка. Нажимаете на нее и видите то, что в игре играет ведущий Юля Герман. И я предлагаю использовать как раз-таки такую очередность выбора карт. То есть у ведущего будет карта номер один, у Юлии будет карта номер два, у Германа будет карта три. Если ведущий в этой игре не играет, то распределение карты может быть другим. То есть у Юлии будет первая игровая карта, у Германа вторая. А мы возвращаемся к варианту, когда ведущий играет. Поэтому что вы делаете? То есть моя третья карта. Для этого я в маленьком окошке нажимаю на доступные поля и выбираю третий игрок, третий лично игровая карта. Это будет моя третья игровая карта. Вот видите, игрок номер три. Это моя личная третья игровая карта, так как я, если посмотреть на список игроков, здесь третий. Ну и следующий момент, например, я во втором поле выбираю Юлию. У нее, я помню, вторая игровая личная карта. И высвечивается игровая карта. Какие действия мы можем осуществлять на наших личных игровых картах? Ну, тот, кто играл уже в живую игру, вам эта карта знакома. То есть для начала, что вы делаете? Вы нажимаете на карты события. И перед вами выскакивает вот такое поле, где вы можете выбрать то событие, с которым вы будете играть. Вы щелкаете на любую карту, выбираете собственноручно. И вот вы видите, что на ней. То есть кто-то забирал, забирает вашу жизненную силу. Закрываете. И эта ваша карта попадает в левый угол вашей личной игровой карты. Вы перетаскиваете на то место, где оно должно быть. И кликая на эту карточку левой мышкой, ее предложат перевернуть. Вы переворачиваете. И вот она на вашей личной игровой карте. Дальше вы выбираете контекст. Ну, по сути, то же самое. Вы кликаете по контексту. Вам предлагается выбрать из всех карточек контекст. Ну, например, я выберу вот эту. Контекст долги. Закрываете карточку. Помещаете на то место, где оно должно быть. Кликаете и переворачиваете. Вот как это работает. После этого, чтобы мне хотелось рассказать, как работают другие карточки. Итак, карточка убеждения, она берется аналогично предыдущим. То есть, выпадает вам список, из которого вы выбираете убеждение. Но попадает в левый верхний угол вашей игровой карты. Вы перетаскиваете ее и кладете на игровую карту. Следующая кнопка – это проекция. Проекция. В игре вы выбираете того человека, на которого вы проецируете свой, например, энергетический блок. И вот в проекции есть такие кнопочки 2, 3, 4. Это как раз-таки количество игроков. В зависимости от того, сколько игроков у вас играет, вы нажимаете на ту кнопочку. Ну вот, в данной игре играет 3 человека. Я нажимаю на третья. И здесь выскакивает игрок 2. И игрок 2 – это у нас Юля. Значит, я осуществляю на нее проекцию. Дальше. Карточка «Что случилось?» Она выпадает вам случайным образом. То есть вы не выбираете. И также вы закрываете и кладете ее где-то на вашу личную игровую карту. Ну, о карточках кармы и новой истории я вам не буду рассказывать. Они аналогичны предыдущим карточкам. Дальше. Энергетический блок. Кликая на этот энергетический блок, он у вас выскакивает. Безопасность, выживание и индивидуальность. Закрываете. И опять эта карточка попадает в левый верхний угол личной игровой карты. И с этой картой что вы можете делать? То есть эту карту, что вы можете, ну, какие операции передать игроку? То есть щелкаете на передать игроку, и у вас выскакивают те игроки, с которыми вы играете. Ведущий или Юля. И когда вы щелкнете на ведущего Юля, то эти игроки смогут у вас забрать карту. Вот здесь очень такой тонкий момент. То есть вы разрешаете взять эту карту, и эта карта переходит. То есть она не попадает сразу на игровую карту тому, кому вы передаете. Этому человеку, кому вы передаете, вы говорите, и он собственноручно с вашей личной игровой карты должен перетянуть. Ну вот, по сути дела, это осуществляется так, что, например, я даю Юле перетащить эту карту. После этого, ну вот, например, так мы и сделаем. Мы передать игроку Юля. И вы увидите то, что вот на этой карточке уже буковка Ю выскакивает. До этого было Г, Герман, а сейчас Ю, Юля. И вот я зашел в личный кабинет Юли. Ну, здесь вот как раз-таки ее первая карта. Вот видите, игрок 2. И внизу, игрок 3, это моя игровая карта. И теперь Юля может эту карточку перетащить к себе. Вот. Дальше, что можно сделать с этой карточкой? Эту карточку можно удалить с игрового поля. Вы щелкаете мышкой, и здесь нужно удалить карту. И здесь вот именно предлагается вам убрать эту карту в колоду, и она уходит в колоду. Еще что хотел сказать. Если, например, вы попали на карту, на клетку игрового в обвинение, то что вы делаете? Вы заходите в доступные поля и нажимаете на поле «Игра в обвинение». И у вас высвечивается такая картинка. И вы можете сделать те действия, которые вам необходимы. Человек, на которого вы обвиняете, можете опять тоже зайти в доступные поля и выбрать розу обвинения. И у него будет вот такая картинка. После того, как вы совершили определенные действия, опять заходите в доступные поля и возвращаете общее поле. И можете играть дальше. Еще очень важный момент. Если ведущий не хочет участвовать в игре, то ему нужно будет просто свою фишку перетащить из-за страны жертв в сатарь. И тогда игроки, когда будут бросать кубик, то ход не будет задерживаться на нем. То есть он сразу будет передаваться следующему игроку. И также, если случилась такая возможность, то что игроку нужно выйти из игры по какой-нибудь из причин, то опять-таки, чтобы на нем не задерживался ход, можно его фишку также перетащить в сатарь. Итак, как осуществляются ходы. Для того, чтобы сделать ход, нужно как раз-таки нажать, кликнуть на иконку «Сделать ход». У вас высвечивается, что показания кубиков 5. Нажимаете «Ок» и фишка передвигается на как раз-таки на том... Вот. И сразу выскакивает подсказка, что нужно делать на этой клетке. После того, как... Вот. Возьмите карточку убеждения. Вы закрываете. Что сразу хотелось сказать. То, что в каждой клетке есть такое информационное поле. Где-то информационное поле выкрашено в такой сиреневый цвет, где-то в синенький. Значит, на синеньком требует ответ группы. То есть, если мы кликнем, то увидим то, что внизу есть ответ группы. И поэтому, если человек, с которым вы играете в игру, попал на эту клетку, то вам необходимо самостоятельно кликнуть на информационную такую вот кнопочку, чтобы видеть ответ группы. Ответ группы. И вместе, по окончании того, когда человек, который попал на эту клетку, сделает определенные действия, вы могли бы хором зачитать этот ответ группы. Также, если вы обратите внимание, то, что есть несколько информационных кнопок. Как я сказал, то, что сиреневая. Там, где не нужно ответ группы. Синенькая, где нужен ответ группы. Ну и также вот такая красненькая на вратах. Также, кликая на каждую, на подсказку, высвечивается, что необходимо, нужно сделать на этом поле. Также есть вот такой значок «Намасте» в саттере, где вам предлагается зачитать молитву радикального прощения. Дальше, что вам необходимо. Иногда, когда вы сделали ход, то у вас может выпасть, например, карточка «Что случилось?» и по этой карточке вам нужно сделать два хода вперед или два хода назад. Поэтому, если эта карточка выпала, вы берете, нажимаете на фишку и сделаете несколько шагов назад, или, так же вы видите, высвечивает подсказка, или несколько шагов вперед. То есть, после хода у вас еще предоставляется возможность перетянуть фишку туда, куда вам необходимо. Но иногда получается, что нужно вернуть фишку в страну жертв, вы также ее туда перетаскиваете. И после того, как вы сделали все манипуляции, нужно завершить ход. Поэтому каждый раз, когда вы ходите, то необходимо, ну, первое время, наверное, подсказывать друг другу, чтобы завершали ход, чтобы ход переходил к другому игроку. Дальше, что мы делаем? Дальше давайте посмотрим, как вы будете проходить врата. Вот опять я перетаскиваю фишку, выскакивает подсказка, мы ее закрываем и делаем ход. Делаем ход, показания кубиков 2, нажимаем ОК, и фишка попадает на врата. Ну, как вы знаете, на вратах мы останавливаемся, делаем все то, что от нас требует, закрывается, и здесь высвечивается иконка «Завершить ход». По сути дела, вы опять нажимаете, но вам сразу предоставляется возможность сделать следующий ход. Поэтому нажимаете «Сделать ход», выпадает троечка, и вы попадаете на свет. Вот так проходят врата. И давайте теперь посмотрим, как завершать игру. Вот вы находитесь на две клетки от Саттери, нажимаете «Сделать ход», у вас выпадает показание кубиков 5. Фишка отскакивает, и вам предлагается ответить на вопрос, оставить блоки убеждения, остались блоки убеждения или нет. Если остались, вы кликаете, получаете карточку обратный ход, и поэтому игра понимает, что вы направляетесь в обратный ход. Эта карточка попадает на поле. Вы попадаете на фишку, на клетку «Радикальное прощение». Закрываете. Вот вы двинулись уже назад. Ну, давайте еще, наверное, один ход сделаем. «Завершить ход». Теперь «Сделать ход». Выпадает показание 6. Опять фишка движется в направлении полного принятия. И здесь, например, ну, к примеру, что вы освобождаетесь от всех карточек, блоки и убеждения. Для этого вам нужно перейти в прямой ход. Вы берете свою карточку. Вот на вашей карточке будет написано ваше имя. Здесь у меня «Герман». Берете эту карточку, возвращаете в колоду. Карта была удалена из ваших личных полей. Нажимаете «Ок». Вот. И теперь нажимаете «Завершить ход». И теперь, когда вы делаете ход, то видите то, что фишка двигается уже по прямому ходу. Опять делаете всевозможные действия. Завершаете ход. Опять сделаете ход. Попадает четверочка. Попадаете на последнюю клетку полное принятие. Делаете все то, что вам необходимо на этой клетке. Завершаете ход. И в очередной раз, сделав ход, выпадает у вас 5 показаний кубика. Нажимаете «Ок». И у вас опять спрашивается, остались у вас блоки убеждений или нет. Так как у нас блоков убеждений нет, мы нажимаем на «Перейти в сатре». И фишка попадает в центр сатре. И опять высказывает подсказка, что вам необходимо сделать на этой клетке. Вот это все те вещи, которые сейчас вам необходимо знать. Мы в ближайшее время еще будем дорабатывать игру. Будем менять какие-то нюансы. Но вот это руководство позволит вам начать и хотя бы первоначально познакомиться с игрой. И до скорых встреч на поле онлайн игры сатре.